Что касается Беслана... Еще точнее, спецгруппа ФСБ «Альфа», отметил правозащитник. После этого чудовищного акта, после этой чудовищной акции в Беслане, там как бы вот эти люди, пострадавшие вот этой жертвой, они организовались, и там есть такая организация, называется «Голос Беслана». Я знаю руководителя этой организации Эллы Кисаева, которая, в принципе, сама является жертвой вот этой бесчеловечной акции. Вы знаете, они выиграли несколько лет назад дело против России, где, в принципе, очевидно и доказано, что по школе Беслана стреляли российские танки, российские военные, понимаете? Огнеметы били по школе, это тоже российские военные. Смотрите, заинтересованность, почему заинтересованность самого Путина, да, и вот российской правящей элиты в этом терапе заключается в том, что именно после Беслана были отменены прямые выборы глав регионов, то есть глав Ингушетии, Кабарды. То есть с этого момента Путин начал их назначать. Опираясь на этот террористический акт, Путин заявил, что нет, вот с этого момента я буду сам назначать там людей. То есть вертикаль власти, да, она была укреплена вот посредством вот этого террористического акта. Точно так же, как, например, Путин пришел к власти посредством того, что он взрывал собственные дома, это уже доказанный факт, я думаю, это уже неоспоримо, да, и так далее, да. Точно так же Путин, в принципе, воспользовался террористическим актом Беслана, и, в принципе, укрепил свою власть, он укрепился вот до этого момента, в принципе, в нынешнее время, он сам лично вот по своему усмотрению, да, по криминальному методу, кстати, по криминальному методу, да, личной преданности себе до сих пор назначает глав регионов.